Вот что я тебе скажу, Сон. Я скажу это один раз, так что слушай внимательно. Ты самая тупое, эгоистичное и жалкое подобие антропоморфного олицетворения в этом и во всех других мирах. Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на канал «Коротко, а не коротко». С вами, как всегда, Кин, и да, я вернулся. Ну а вы ложитесь поудобней, обнимите свою мягкую игрушку или пушистую зверюшку и засыпайте. Мы отправляемся в царство Морфея, или как многие его называют. Представьте, что если страсть, сон, страдания или та же смерть, не просто чувства или явления, а вполне реальные сущности, одного из которых, а именно сна. Похитили и пленили люди, украв его символы силы, и продержали его люди в заточении не день или даже год, а сто лет. Но сну все-таки удалось вырваться и сбежать, хотя не все так радужно, как может показаться. За время его отсутствия его царство пало, а сущности, обитавшие в этом царстве, разбежались кто куда. И теперь владыке снов и королю кошмаров предстоит вернуть былую мощь и навести порядок на своих землях. Итак, для начала я постараюсь вам рассказать о сериале в отрыве от графического романа. Ну а чуть позже мы уже поговорим о его каноничности. Сам сериал основан на одноименной серии графических романов Нила Геймана. А если быть точнее, то первый сезон полностью сконцентрирован на первых двух томах. А именно, Прелюдии Ноктюрны и Кукольный домик. Забавно то, что раньше я довольно часто натыкался на эти графические романы, но почему-то желания их брать у меня вот вообще не было. Но тут, после просмотра трейлера, который меня очень впечатлил, я решил ознакомиться с первоисточником перед выходом сериала. И угадайте что? Я оббежал все книжные города, и только в последнем я нашел первый том. Просто мне не очень хотелось заказывать и ждать полмесяца. Вам же, в отличие от меня, не придется никуда бежать, так как первый том этого чудесного романа я разыграю здесь и сейчас. Условия, как всегда, банальны и просты. Лайк, подписка на канал, подписка на Дзен, ссылка будет в описании. И в комментариях написать, сколько вот таких вот мешочков я спрятал в видео. Все подробности конкурса будут в описании. Ну а мы вернемся к сериалу, который, если описывать вкратце, представляет из себя сюрреалистичный мир, медленно и неспешно проводящий нас по околофилософской истории. И когда я говорю сюрреалистичный, это именно то, что я имею в виду. К примеру, главный герой за секунду может сменить внешность, стать гигантом или наоборот крохой. Место здесь может быть человеком, а Гаргулия милым добрым домашним питомцем. Что же касательно медленно диалогово-философской стороны, кто-то, судя по комментариям, на которые я натыкался, находил ее нудной. Да, будьте готовы к тому, что тут много диалогов. Это не жвачковый блокбастер, и экшона тут не так много. Но когда он есть, он просто завораживает. Поэтому мое отдельное браво за визуал. Порой даже, по моему личному мнению, в том же медиагиганте Marvel, особенно в последней фазе, визуал не настолько хорош, как здесь. Да что там визуал, практически любой кадр этого сериала можно распечатать и поставить в рамочку. Также хотелось бы отметить шикарный каст проекта. Мда, кто-то стал темнокожим, кто-то девушкой, но это не суть. Актерская игра у всех на высоте. Особенно в этом плане выделился Том Старидж. Он именно тот песочник, который, по крайней мере, у меня представлялся в голове в образе человека по ходу чтения романа. Характер, поведение, внешность, как по мне, стопроцентный канон, о котором, к слову, мы, пожалуй, сейчас и поговорим. Смог ли сериал порадовать фанатов оригинала? Или же он помочился на свой прекрасный первоисточник? Давайте разбираться. И для начала я вспомню четыре основных комментария, на которые я натыкался под постами с сериалом. А-а-а, Люцифер девушка. А-а-а, Смерть темнокожая. А-а-а, Люсьен темнокожая девушка. А-а-а, Джон Константин девушка. Пойдём по порядку. Люцифера сделали девушкой. И в этом нет ничего такого. Люцифер за время романа не раз менял пол, поэтому воплотить его девушкой не является чем-то преступным. Тем более, что по рисовке из этого самого романа, по крайней мере, судя по этим фреймам, я и сам поначалу подумал, что Люцифер девушка. Кстати, интересный факт. Вы, скорее всего, ранее уже видели этого Люцифера, но в другом обличии. Мда, это тот самый Люцифер из Песочного Человека. И да, конечно, сериалы никак между собой не связаны и обособлены друг от друга. Но как факт, и Гвендолин Кристи, и Том Элис играют одного и того же персонажа. И еще кое-что насчет того, что сериалы не связаны. Конечно, очень-очень-очень навряд ли, но кто знает, чем нас удивит второй сезон Песочника. Мы тебя уничтожим. Тогда и увидимся, Светоносная. Далее, Смерть теперь темнокожая. Ну, тут мне особо нечего сказать, кроме того, что Кирби Хауэлл Батист прекрасно передала характер смерти из романа. К примеру, я при просмотре сериала испытывал тот же настрой, что и при прочтении романа. И не было такого, что фу, она вообще не в тему. Скажу даже больше. Серия с ней одна из лучших за сезон. Когда умрет последнее живое существо, я поставлю стулья на столы и выключу свет. Забру за собой вселенную, уходя. Далее на очереди Люсьен На. В исполнении Вивьена Чиампонг. Хотя в оригинале Люсьен был белым старичком. Тут у меня, в принципе, комментариев как за, так и против нет. Хотя радует то, что роль этого персонажа расширили. В оригинале, в первых двух томах, Люсьен появляется всего на нескольких страницах. И это выглядит скорее как камео. Тут же полноценная роль. В принципе, это же ситуация и с Каринфианином. На самом деле, после просмотра трейлера, я ожидал, что в романе он будет главгадом первых томов. С кучей историй. А по итогу, он появился тут чуть-чуть, там чуть-чуть. Встретился с коллекционерами. И всё. Здесь же его роль значительно расширена. А персонаж более проработан. Хотя, скорее всего, немногие это оценят. И ещё насчёт Люсьены. Многие возмутились насчёт выбора актрисы. Но подумайте, вот о чём. Netflix показал нам, как чернокожая девушка прислуживает белому господину. Милорд. Вы ведь вернётесь? Ну и напоследок, Джена Коулман, Константин. Тут и спорная ситуация, и забавная. Изначально в сериале должен был появиться именно Джон Константин. Но из-за проволочек с Тёмной Лигой Справедливости Джей Джей Абрамсом персонажа использовать запретили. А поэтому пришлось выпутываться. И использовать Джоанну Константин. Забавно то, что по выходу трейлера кто-то начал бомбить по этому поводу. А кто-то вспомнил, что в романе есть прабабка Джона Константина. Джоанна Константин. И подумали, что Джена Коулман играет именно её. И она её играет. В событиях прошлого. А в настоящем Джена играет именно арку оригинального Джона Константина. И чтобы это подтвердить, создатели даже добавили ей сцены флешбеков с Астрой. Из Ориджина именно Джона. Плохое это было решение или хорошее? Выбор я оставлю за вами. Мне же лично Джена понравилась в этом образе. Да, конечно, это не тот Джон Константин, которого мы знаем и любим. Но представьте, что о мультивселенной известно слишком мало. И в этой реальности вместо Джона родилась девочка. Также глобальному дисканону подверглись Лита и Гектор Холл. В оригинальном романе они выступали супергероями, защищавшими Джеда. Под предводительством Верзилы и Глоба. Здесь же их историю изменили. Но каноничные, спойлерные моменты тоже остались. И я так думаю, что нужно делать отдельное видео со сравнением романа и сериала. Что же касательно сюжета и канона. Подачу истории чутка местами изменили. Но изменили именно подачу. Сам сюжет настолько каноничен, насколько это в принципе возможно. И я не имею ввиду каноничные вставки для фанбазы. Как например в Marvel или DC. А, смотрите, она сделала каноничную прическу. Или, а, смотрите, он сказал каноничную фразу. Здесь диалоги, большая часть персонажей и даже кадры выстроены точно как в графическом романе. Тем более, только его прочитав и смотря сериал, у меня у самого создавалось легкое сюрреалистичное состояние. Когда вроде бы смотришь сериал, а в голове на автопилоте всплывают фреймы из романа. Но в этом есть и свой небольшой минус. Если вы читали романы, то будете знать наперед в точности, чем закончится линия некоторых персонажей. Ну и если уж заговорили о минусах, то как не поднять тему повесточки в Netflix? Тут такой момент. Если хотите предъявить сериалу за ЛГБТ, то предъявляйте не Netflix, а не Лу Гейману. Так как многие ЛГБТ персонажи из сериала взяты напрямую из романа. Парочку, конечно, Netflix не удержался и добавил, но они не критичны. Хотя, если уж и сравнивать с оригиналом, то можно отметить парочку моментов, где Netflix не особо умело ввел фемповестку. В паре персонажей. Кто они, я спойлерить не буду. Так как, если вы не читали роман, то вполне можете и не обратить на них внимания. Но если читали, то, скорее всего, вы их заметите. Также к изменениям можно отнести то, что в сериале убрали и красиво обыграли отсутствие героев DC. По типу упоминания Лиги Справедливости, Демона Этригана или же Марсианского Охотника. В оригинале они были, хоть и играли маленькую роль. И скажу честно, я только рад, что создатели так сделали. В противном случае, кому привязывать сериал? К Лиге Справедливости Уидона, Снайдера или же во имя сериального бога Ксидабу? Нет. Нет. Или же сериалу нужно было создать собственную Лигу Справедливости. Как по мне, этот сериал воспринимается прекрасно и без привязки к супергероике, делая его более самостоятельным. Ну и на этом, пожалуй, подведем итог. Сэндмен – очень каноничное воплощение оригинального романа. С легкой ретушью событий и некоторых персонажей. И вам не обязательно читать роман, чтобы его понимать. Хотя, я все же рекомендовал бы ознакомиться с первоисточником, дабы взглянуть на некоторые ситуации по другим углом и местами глазами других персонажей. Конечно, вы можете этого и не делать. Но все же, если хотя бы как я вы прочитаете первые два тома романа, то для вас откроется более ясная картина происходящего. Ну а на этом у нас все, дорогие друзья. И всем большущее спасибо за просмотр. И если вам понравилось это видео, то буду благодарен за лайк и подписку. Также не забывайте о конкурсе. Все ссылки будут в описании. И всем пока. Этот сан закончился. Продолжение следует...